Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман, а также моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что было в выпуске проекта пост-шоу холостячки, как выйти замуж. Хотя я бы скорее его назвала, как жениться, ведь это все-таки для мужчин уже советы. А вы мне напишите в комментариях, кто из холостяков вам нравился больше всего, кто по вашему мнению на самом деле лучше подходил к Сении, и за кого вы болели. И рассматривалась тема, как выбрать папу для своего ребенка. Это для разведенных, для вдов больше подходит. Были представлены эксперты. Светлана Арифния, физиогномист, психолог Андрей Жильветро, а также участница проекта «Холостяк», одинокая мама с ребенком Татьяна Ковинько. Я ее еще помню как «Баба-огонь» с холостяка. Она участвовала потом в проекте «Куб», а недавно взяла участие в проекте «Супермама». И какие давались советы, как же выбрать жениха или выбрать нового папу для своего ребенка? Мне очень понравилось, как Светлана дала совет, что не нужно, чтобы ребенок слишком привязывался к вашему мужчине. Он должен воспринимать его больше как друга. А вдруг вы с этим мужчиной не останетесь, а ребенку будет больно от этого. И Андрей, психолог, дал совет, что просто нужно этих мужчин представлять не как своих партнеров, не как потенциального папу, а просто как друзей, так, как Ксения и сделала. И по моему мнению, для того, чтобы выбрать хорошего папу для своего ребенка, нужно выбрать такого мужчину, который в своей жизни уже имел подобный опыт, которого самого вырастил отчим, и этот отчим был прекрасный, где этот опыт был нетравматичный, где у мужчины есть хорошая модель, когда неродной мужчина воспитывает ребенка, когда неродной папа воспитывает ребенка. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто, по вашему мнению, больше подходил к Ксении Мишиной. А также у меня к вам просьба. Я все это снимаю, потому что хочу стать режиссером, но мне не хватает на курсы. Прошу вас, сбросьте мне на карточку, кто сколько может. Если хотя бы по чуть-чуть, это все равно поможет. Тогда сбудется моя мечта. Спасибо вам. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.